Добрый день, уважаемые земляки! На уходящей рабочей неделе мы узнали результаты конкурса губернаторских грантов «Вместе мы сильнее». От Котласа победила городская организация ветеранов войны и труда с проектом «Серебряные добровольцы Котласа. Кто, если не мы?» Стоимость проекта – 190 тысяч рублей. На этой неделе мы получили подтверждение из области о выделении более трех миллионов рублей Котласскому театру на приобретение газели для гастролей. Средства были выделены после моего обращения как секретаря городского отделения «Единой России» на имя секретаря регионального отделения партии Александра Витальевича Цибульского. Так что в новом сезоне у театра будет новый гастрольный автомобиль. На этой неделе на финишную прямую вышли работы по укладке плитки на площади Советов. Приемку планируем провести 18 августа, а уже 22 августа в честь Дня российского флага проведем на обновленной площади первое торжественное мероприятие. На этой неделе подрядчик заменил 13 из 14 опор на улице Ватутина. Далее приступает к навесу проводов и замене светильников. Контракт выполняет компания «Севербулгарсервис». На уходящей неделе началась приемка к новому учебному году школ и детских садов. Работа плановая, учреждения готовы. На этой неделе мы, наконец, поймали неуловимого водителя автобуса, который спас в аварии на автомобильном мосту наших призывников. Только благодаря его профессионализму и правильным действиям ребята остались целы и практически невредимы. Этого героя зовут Иван Витальевич Меньшаков. Он работает на Северодвинском автопредприятии. Вчера на автовокзале, пока он ждал пассажиров своего автобуса «Котлас» в Северодвинск, ему были вручены благодарственное письмо главы и ценный подарок, а также переданы слова благодарности от военкома и всех жителей города. Мы объявляем сбор портфелей первоклассников. В этом году традицию, которую много лет поддерживала редакция газеты «Вечерний Котлас», подхватывает «Единая Россия». Нам надо собрать в школу 42 ребенка из малообеспеченных семей. Помощь будет приниматься с 15 по 24 августа в офисе «Единой России». Он расположен на третьем этаже бизнес-центра. А 25 августа в праздничной обстановке мы вручим портфели детям. Перейдем к вопросам из блога. Вы интересуетесь судьбой обгоревшего здания по Карла Маркса, где располагался музей Сталина. Пока его нельзя сносить, поскольку оно является вещдоком в уголовном деле о поджоге. Как только запрет будет снят, собственник расчистит свою территорию. Ну а мы проконтролируем. Коротко, это все итоги недели. Добрых вам выходных дней.